Мы находимся на пресс-конференции по подготовке к выборам, которые состоятся 8 сентября по всей России. Главная тема обсуждений – создание максимально удобных условий для избирателей с ограниченными возможностями. В этом году участков, труднодоступных для людей с ограниченными возможностями здоровья, стало меньше 8 раз. Со вторых этажей их принесли на первые. На новых площадках для голосования предусмотрены пандусы и подъемники. Также в день выборов будут дежурить волонтеры, готовые оказать всяческую помощь. И мы начали проверку всех избирательных участков на доступность маломобильных граждан и людей, которые с ограниченными возможностями. Проходит также корректировка списков избирателей, чтобы не было в этих списках ни мертвых душ, ни избирателей, которые не проживают на территориях наших избирательных участков. И в то же время были внесены в списки избирателей те граждане, которые сменили место жительства, сменили регистрацию. В Самарской области проходит 34 избирательных кампании. Выборы в Самарскую губернскую думу по Безымянскому округу номер 11 и Приволжскому номер 19. А также выборы в Думу Новокубышевска и внутригородских районов Самары – Кировского, Октябрьского, Самарского и Советского. Проголосовать досрочно можно с 28 августа по 7 сентября. Для этого требуется уважительная причина – отпуск или командировка, особый режим работы или учебы, не позволяющий прийти 8 сентября на выборы, а также плохое состояние здоровья. Отдать свой голос можно и находясь в больнице. Во многих поликлиниках города будут работать избирательные пункты, в том числе в больнице Середавина. Среформируется активно процесс самого голосования. Относительно тех механизмов, как обеспечить реализацию избирательных прав тех граждан, которые по разным причинам в день голосования не смогут проголосовать на своем избирательном участке. 2018 год, опять же, у нас стал первым годом, когда использовался так называемый механизм мобильного избирателя. Когда у нас идет человек, избиратель может подать заявление, прикрепиться для голосования на любом участке в рамках, соответственно, страны. И не только страны, если он даже выезжает за рубеж, он имеет возможность проголосовать на участке, создаваемом за рубежом, для того, чтобы он мог проголосовать не только у себя дома. В случае обнаружения нарушений на выборах работает горячая линия. Сообщить информацию вы можете по телефону, который работает без выходных. Номер указан на экране. Валерия Куценко, Николай Сидоров. События.